Всем большой привет! Буквально вчера я получила посылку от моей рукодельной феи. Распаковывала, все вам показала и показывала вам, сколько мне пришло интересных аксессуаров. И, конечно же, мне захотелось их включить в какой-то процесс, попробовать, протестировать, порадовать себя всеми этими рукодельными штучками. И сразу на ум мне пришел один процесс, который я недавно показывала вам. Вот это золотое руно на охоте, вот такая собачка. Я говорила, что мне снова захотелось вернуться к этому процессу, немножко повышивать. И я у вас также спрашивала ваше мнение, к какому процессу мне вернуться. Абсолютным лидером этого голосования, скажем так, стал сэмблер деревенские лошадки. И я хочу сказать вам спасибо за ваши голоса. И так как этот сэмблер я все равно вышиваю, он мне нравится, поэтому я решила, что он пойдет у меня как основным процессом, пойдет на станок. Но, рассказывая вам, немножко так отхожу от темы, я рассказываю, как у меня обстоят дела с моей вышивкой. Но на данный момент я вышиваю мою бисерную работу, чаривно мыть, там у меня осталось уже немного. Я решила пока станок не ставить на стол, он у меня стоит собранный под столом, поэтому я решила дошить сейчас мой бисерный процесс. Потом на станок я поставлю моих лошадок, которыми я буду заниматься как основным процессом. Ну и мне также хотелось вернуться немножко вот к этому набору, к этой милой собачке, оформить, организовать точнее этот процесс, чтобы можно было, ну хоть по чуть-чуть начать его вышивать, начать его продвигать, иначе он лежит уже столько времени, и все, как бы руки не доходят. Вот. Ну и тут, благо, пришли такие интересные аксессуары, которые меня, в общем-то, и подтолкнули поскорей организовать этот процесс. Ну вот, во-первых, показываю, пяльца Нурги, вот таким образом я запялила, также я вначале обработала мою основу, здесь я использую лак для ногтей, я всегда так делаю, беру какой-то лак, которым я не пользуюсь, но в данном случае вот какой-то такой синий был в наборе, была у меня такая коробочка из шести цветов лака, и вот такой вот был синенький, мне не нравится, я его решила использовать для обработки основ, и вот так и делаю, жирненько-жирненько, нужно намазывать хорошо, чтобы все это пропиталось, при стирке он не растворяется, в принципе, держит все время очень хорошо, у меня не было таких случаев, чтобы вот это начало махреться, но если совсем долго уже, как бы процесс и там и трется, и все, будет махреться, но если аккуратно хранить работу, края остаются всегда в очень хорошем состоянии, можно их гладить, ни к чему не прилипает, то есть вот лак для ногтей, девочки, это, как показала практика, я уже очень давно, ну несколько лет, 2-3 года я вот так пользуюсь, и мне все-все нравится, некоторые работы я обрабатываю таким совсем розовеньким лаком, которого практически не видно, а некоторые у меня вот такие вот синие-синие, ну в общем, обработала я края основы, сделала небольшую разметку, потому что у меня здесь разметки не было, теперь разметка появилась, ну тоже буквально совсем чуть-чуть, и буду вышивать вот первый лист слева, здесь всего по работе идет 4 листа, то есть работа она такая не очень большая, не объемная, ну 33 на 24 сантиметра, в принципе, такой среднестандартный размер, но листов немного, всего 4, это удобно, пользуюсь я оригинальной схемой, не хочется мне бежать копии делать, что-то заморачиваться, вот желтым маркером буду себе отмечать, все видно, схема классная, черно-белая, я люблю схемы о золотое руно, потому что у них не повторяются значки, нет вот похожих значков, которые сбивают, отвлекают, рассеивают внимание, здесь с этой схемой работать очень-очень приятно, и вот когда я делала обзор, глядя на эту схему, я вспомнила, как приятно вышивать наборы золотое руно, и решила вернуться к этому набору, вот, начало здесь у меня тут травка, как бы особо ничего не видно, ниточки припаркованы, какие-то крестики, 18-я здесь канва, уже очень соскучилась я тоже за 18-й канвой, я заметила, что мне очень нравится менять основы, то есть переходить с 18-й на равномерку, с равномерки на 14-й каунт, это, знаете, такие, меняются такие ощущения, впечатления, и как будто заново что-то для себя открываешь, очень приятно менять каунты, основы, и вышивать разные такие дизайны, вот, поэтому я буду вышивать, вот, на 18-й основе этот дизайн, но, как и было, все в наборе, ничего не меняло, ниточки, как вы знаете, здесь Мадера, вот они у меня, планшетки, я подумала и приняла решение не снимать нитки с планшеток, в принципе, я вышиваю аккуратно, и у меня редко, когда что-то рвется и портится, в основном у меня всегда все очень аккуратно, единственное, что есть вопрос, куда парковать, как бы иглы и бленды, я решила взять дубко, вот, видно, дубко, и буду парковать сюда иголочки, также у меня вот тут схема оригинальная лежит, все остальные листы, и очень хочется мне повышивать этот вот зелененький фон, я посмотрела, схема вроде бы кажется такой легкой, мне интересно попробовать повышивать вот этот вот зеленый фон, мне кажется, будет очень интересно и красиво смотреться, что еще, ну, вот, здесь я мою схемку подготовила, видите, такой маленький у меня листочек, квадратик получился, и на моей новой магнитике плотной, я его сюда к конве прикрепила, вот так, так, дальше, буду здесь пользоваться вот такими моими новыми ножничками, пока я еще маячок не подобрала, ничего не сделала, вот, ножнички складываются, как я понимаю, вот так, вот, я их немножко попробовала порезать, режут они хорошо, так, вот, ну, у них есть такой край, не ровный, а зубчик, зубчиками, вот здесь зубчики такие, и нужно как бы ниточку натягивать, чтобы обрезать, но я еще протестирую, я еще особо не разобралась, не буду спешить с выводами, вот, ну, так складываются, конечно, прикольно, вот, и вот такая у меня игольничка, она такая миниатюрная, такая классная, мне очень понравилась, а, здесь еще есть нитковдеватель, сейчас, ох, ну, это нужно раз, наверное, вытащить, ну, ладно, это я потом разберусь, вот, очень мне понравилась эта игольница, маленькая, миниатюрная, иголочек себе я уже насыпала, и буду теперь, вот, пользоваться, ну, и так как, мой процесс надо где-то хранить, я решила воспользоваться, вот этой сумочкой красивой, в которой пришла вся посылка, сюда помещаются хорошо, пять сынурги, поэтому, все здесь у меня будет храниться, вторая сторона прозрачная, очень замечательно, все видно будет, вот так положу обложку, и будет видно, что у меня там набор с золотым руном, вот, в принципе, такая моя организация, моя подготовка, я буду потихоньку вышивать, но не сразу прям вот буду браться за этот процесс, как я говорила, мне нужно завершить мой бисерный процесс, и сейчас не хочу разбрасываться, распыляться, времени мало, и я вот так вот беру один процесс, концентрируюсь на нем, да, вот, внимание, и потихонечку он у меня вышивается, виден результат, и вам есть что показать, как бы интересно, и я радуюсь, что вот у меня получаются, выходят готовые картины, есть результат, вот, но этот процесс я подготовила, после того, как я бисерный завершу, подготовлю также мой основной лошадок, и я их буду вот чередовать между собой, там равномерка, тут аида, очень такое хорошее сочетание, там сэмпли, разбросанный сюжет, и здесь вот как бы плотная, полная зашивка, мне кажется, будет очень-очень хорошее сочетание, идти и вышивать вот так вот два основных набора, ну вот, на этом у меня все, спасибо, что вы были со мной, что голосовали, оставайтесь на канале, ставьте лайки, до новых встреч, ну и как маленький ПС, вот сейчас забыла сказать, буду пробовать также одевать вот такой вот очень яркий, жизнерадостный чехол на пяльце нурки, попробую всю основу туда вставить, да, в этот чехол, посмотрю, как это получится, ну и вы уже увидите все, как у меня идет, и узнаете новости по тесту ножничек и всего остального уже в следующем видео в отчетном. Ну все, на этом точно все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok